Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шоу Стрибун. Сегодня готовлю очень вкусные, ароматные котлеты, но без сильного запаха или аромата лука и чеснока. Очень нежные получаются, очень вкусные. Друзья, стоит приготовить. Готовим, комментируем и, конечно же, подписываемся. И начинаем готовить. Поехали! В первую очередь занимаемся луком и чесноком. Нам нужно его нарезать мелко или средней. Мы все равно это все будем обжаривать. Чеснок растолачиваю и вот таким вот образом нарезаем. Количество чеснока. Беру примерно 5-6 зубчиков. Я примерно буду готовить на килограмм мяса. Три луковицы. Лук нарезаем кубиком. Сковородку отправил на плиту. Наливаю чуть-чуть подсолнечного масла. И отправляем жарить лук и чеснок. Беру 4 картофеля, я их уже почистил. И через мелкую терку начинаю натирать. Вот до такого состояния обжарил лук. Ровно 3 минуты. Он у нас должен быть таким слегка, будто прозрачным. И мягким. Все, больше жарить не нужно. Хлеб я уже замочил. Замочил просто в воде. Молока нет. Но если было бы молоко, я бы, конечно, замачивал бы в молоке. Это у меня куриные бедра. Без косточки. Косточку удалил, кожицу убрал. Все. Теперь берем мясо и перепускаем через мелкую мясорубку. Отправляю лук. Замоченный хлеб нужно обязательно отжать от воды. И отправляем также на фарш. И добавляю мороженые петрушки. Также добавляю соль по вкусу. Черный перец по вкусу. И начинаем перемешивать. Картофель у меня снизу. С картофелем получаются котлеты очень сочными. И самое главное и интересное, что я их жарить не буду, друзья. Я их буду запекать в духовке. Фарш тщательно помешал. Попробовал на соль. Добавил еще немного соли. Слегка отбил. Все, фарш готовый. Берем еще одну миску с водой. Смачиваем руки. И начинаем формировать котлеты. Вот такие у нас должны получиться котлетки. Все, отправляю в духовку запекать. Буду выпекать при температуре 190 градусов примерно 35-40 минут. Еще одна фишка. Это нужно будет на дно самой формы налить буквально 3-4 столовые ложки воды. Отправляем в духовку. Все это делается именно для сочности. Друзья, котлеты получились очень ароматные. Очень сочные. При разломе видно, что они вот прямо сочные-сочные. За счет картошки я уверен, что именно картошка дала именно эту сочность. Пробуем. Просто шикарные, друзья. Обязательно готовьте. Я ем руками, так как первый котлет вот, не знаю, стук вкуснее. Друзья, кому понравилось, ставим, конечно, желай, подписываемся, делимся с друзьями. Я с вами встречаюсь до следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok